Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Сегодня по телевидению, просто по телевизору увидел эти кадры. И сейчас уже смотрю в телеграм-канале, они продублированы. Достаточно молодой человек, он скрывает свое лицо, я считаю, он правильно делает. Это герой, настоящий герой, который, я еще раз скажу, когда смотрел сегодня, утром, за завтраком, включил посмотреть просто информационный канал, потому что не мог, ты орудуешь столовыми приборами, не можешь телеграм смотреть, думаю, дай включу. И попал вот на это интервью, и слез не смог сдержать, скажу честно. Он рассказывает о том, как он напал на террориста и вырубил его. Спас, ну, по его подсчетам, ну, правда, он говорит, я не мог считать, я не мог это, он говорит, ну, там, ну, две сотни людей точно вышло через этот выход, да. Ну, десятки, скажем так, десятки людей. Вот. И, вы знаете, это, конечно, пример, ну, для всех, это пример героизма, это настоящий герой. Я надеюсь, конечно, когда сейчас все уляжется, расследование, вот эти первые эмоции, все его, безусловно, наградят, потому что действительно он своими действиями спас людей, спас огромное количество человеческих жизней. Давайте посмотрим. Он понял, что я должен что-то делать. И в тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышления, я принял движение, я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары. И в этот момент ко мне подбежал еще один мужчина, тоже нанес пару ударов мощных, больше комплекции, и мы его... Вот, друзья, вы сами все слышали, это маленькая часть, которая в телеграме есть, а я по телевизору целиком смотрел. Он рассказывает там, что предварительно он полностью все там в деталях рассказывает, куда кто передвигался. И вот после того, как они его нейтрализовали, он говорит, там был выход небольшой, какой-то пластиковый баннер стоял, говорит, выход был небольшой. И в итоге, говорит, мы вот втиснулись там сантиметров 60, то есть один человек только мог, поэтому очередь очень медленно двигалась. Но пока, говорит, они разобрались, те, кто ушли, там трое, то есть он один вот здесь был, мы, говорит, просочились, и очень много людей вышло, они потом с женой встретились на парковке и уехали, сели в машину и уехали. Об этом еще вчера говорили, но сегодня только вот его разыскали, и он скрывает свое лицо. Но тем не менее рассказал о том, что случилось. Друзья, вы знаете, я хочу сказать вот вместе, в контексте того, что мы сейчас, о чем я рассказываю, вот то, что я снимал видео, я горжусь вами в плане того, что мы сплотились действительно на фоне проводимой операции, я могу сказать, что то, что я наблюдал вчера, вот вы знаете, люди, там слышны, стрельба слышна, люди идут с двух сторон, кто-то говорит, давайте быстрее, давайте быстрее. Люди очень спокойно говорят, не надо торопиться, выстрелы далеко, идем спокойно, никакой паники. И сами, кто был внутри, отмечают, что паники не было. Люди не бросали друг друга, люди были вместе, помогали выйти другим. Если кто-то был в задымлении, вот сейчас там блогер какой-то выкладывает ролики с своей девушкой или женой, я не знаю, по-моему, девушкой, но это не суть важно, они были вместе, они были в задымлении, он прям вышел там в эфир, говорил подписчикам, где он, что вызовите там скорую, полицию, пожарных. И вы знаете, он говорит, потом мы выбежали, побежали, и те люди, которые были в туалете, то есть люди все решали вместе. Вы знаете, то, что я говорил, видя это, скажем так, вот на фоне выборов, сплоченности и так далее, то, что вот в экстренной ситуации проявилось это, вот таким образом, лишний раз для меня лично подтверждение того, что я все сказал тогда правильно. Люди действительно помогали друг другу, старались вывести ближнего, близких, старались проследовать вместе. Вы знаете, вот я сейчас смотрел кадры в телеграм-канале, как люди выходят вот из зала, когда уже там внизу они бегут, стреляют. Люди, еще раз повторюсь, достаточно спокойно, даже когда они уже забежали, и вот они совсем рядом, что-то застопорилось, они встали, вот только что новый кадр опубликовали. И, значит, люди, конечно, очень все это спокойно, очень, вот я не знаю, это корректно ли или уместно будет сказать, просто вот когда раньше кадры были, там, ну, бывало же уже такие какие-то вещи происходили, люди, как правило, там, инстинкт самосохранения, да, там, вперед-вперед себя, там, какая-то давка может возникнуть, еще что-то. Но здесь вот именно на фоне такого сплочения, сплочения людей абсолютно разных профессий, религий, вероисповедания, я не знаю, там, национальности абсолютно, но люди вместе, как единый кулак. Почему? Потому что сплотившись вокруг президента Владимира Владимировича Путина на фоне проводимой операции, показав, так сказать, это и на выборах, собственно говоря, да, и рекордная явка, и рекордным процентом, президента, люди показали это и в экстренной ситуации, вот что я пытаюсь сказать, что стало небезразлично, как я говорил, помните, в том видео, я вами огоржусь, что вот раньше было так, что кого-то там, условно говоря, убивают в подъезде, дверь закрывают все, и вот я в своей коробочке. А сейчас не так. Сейчас, во-первых, пришли участники операции, который там перегородил пешеходный переход, замечание сделать там тротуар, да, еще что-то на парковку для инвалидов, он в Уссурийске встал, замечание, то есть люди перестали терпеть какое-то наплевательское отношение к ближнему, это очень важно. Вот такие вещи, такие мразотные поступки, они направлены в первую очередь, друзья, на искоренение вот этого. Ведь, понимаете, они видят что? Что народ сплотился. Вот что представляет для них наибольшую, с моей точки зрения, угрозу. Сплочение людей. Потому что они понимают, что если сплотились русские, то шутки закончились. Понимаете, да? Русские в общем смысле, многонациональный русский народ, я имею в виду. Поэтому, поэтому, конечно, вот, когда смотришь, переполняет эмоции именно от того, что люди помогают друг другу. И вы знаете, а сколько сегодня пришлось давать кровь, вы посмотрите, даже медики говорят, что это просто море людей. Медики говорят, мы никогда такого не видели, мы не ожидали такого наплыва. Никто не ожидал. На фоне чего это происходит? На фоне изменения у нас вот здесь и вот здесь, понимаете, в сердце. На фоне изменения, на фоне единения нас всех в России происходит и такое поведение по отношению к ближнему в экстренной ситуации, и море людей, которые пришли сдавать кровь. Это все, конечно, следствие изменения в обществе, глубинных изменений, положительных изменений. Положительных изменений. Но на пути этих положительных изменений, на пути вот этого, вот этой трансформации общества, трансформации каждого из нас, вот такие мразотные поступки, которые призваны как бы разобщить, расцепить эту цепочку, понимаете, ее как бы сломать, но это сделать все равно уже невозможно. А насчет героя, друзья, это вот такой человек. Я уверен, что там были и другие герои, которые рисковали жизнью и спасали, кто одного человека, кто двоих, кто выбивал стекла, кто помогал. Все герои, с моей точки зрения, все, без исключения герои, кто действительно, а там все помогали друг другу, все. Ну вот этот просто конкретный человек, он напал на террориста, его нейтрализовал с помощью второго мужчины. И, конечно, вот это пример, конечно, вообще. Мне очень хотелось об этом рассказать, чтобы мы все об этом знали. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много-много разных видео по этой тематике, кому интересно. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok